В субботу и воскресенье параллельно на каналах Спорт и Спорт Плюс смотрите прямые трансляции из финского города Леви, где начинается сезон горнолыжники. Русиане на многое здесь не претендуют, хотя было время, когда наши спортсмены побеждали даже на этапах Кубка Мира. С одним из них встретился Илья Козлов. Еще за 10 дней до старта этапа Кубка Мира у мастеров специального слалома комиссия ФИЗ заявила, что в Леви зима уже пришла. Снежный покров и минусовая температура создали отличные условия для горнолыжников. Вот только нам, россиянам, от этого не легче. В специальном слаломе, по сути, у нас лишь один боец – Александр Хорошилов. Да и то его лучший результат в этой дисциплине – 14-е место на Олимпиаде в Сочи. А ведь было время, когда в горных лыжах наши отечественные спортсмены поднимались на высшую ступеньку педестала. Валерий Цыганов, первый советский горнолыжник, выигравший этап Кубка Мира, вспоминает все детали системы, благодаря которой у нас тогда появилась целая плеяда победителей. Тогда в стране существовала очень серьезная школа подготовки тренеров. Ну, во-первых, учили. Понятно, что были институты классические, да, где были кафедры лыжного вида спорта. Скажем, в городе Чайковском была единственная, в тот момент еще кафедра, это чуть позднее, кафедра горнолыжного спорта. Где действительно учили и тогда наша наука, как вот уже, кстати, мы сегодня это понимаем, она достаточно передовая была с точки зрения теории методики физического воспитания. А по всей стране было построено достаточно большое горнолыжных, установлено достаточно большое горнолыжных подъемников. Так называемые ВЛ-1000, это были чешского производства. Это был колоссальный прорыв вперед с точки зрения создания материальной технической базы. И спортсмены на более современном оборудовании гораздо больше за короткое промежуток времени выполнять объем тренировочных нагрузок. Что, несомненно, в общем и целом подняло уровень нашего горнолыжного спорта на следующую ступень. Сравнивая прошлое и нынешнее, Валерий Иванович не скрывает, что многое советского опыта сохранить, к сожалению, не удалось. За последствия, наверное, десятилетия, может чуть-чуть больше, ну, если уже опять вернуться к истории, мы действительно очень много потеряли. Это наши специалисты, так же, как и во многих других видах спорта. Кто разбежался, кто-то куда-то уехал, кто-то стал заниматься другим делом. Мы очень много потеряли центров, где раньше проходили. Фактом является, вот вы сказали, Сочи. Да, действительно, сегодня есть Сочи. Олимпийская трасса скоростного спуска. Классная трасса. Одна из самых серьезнейших в мире. В уровень Хильцбюля, Венгена. Она даже и может и посерьезней. То есть, действительно, она специалистами оценивается. С одной стороны, ну, счастье. С другой стороны, при всем уважении к тем людям, которые там живут и работают, она же коммерческая. Это стоит больших денег. Федерация одна не в состоянии ее содержать, там, скажем, весь сезон и туда ездить. Но кроме того, что содержать трассу, надо же там есть, пить, жить и так далее. Это еще большие деньги. Но у нас сегодня есть смена поколений. Вот, скажем, в Сваламе-Леганте. Но в Сваламе у нас есть Хорошилов. Да, и очень надеемся. Он, в общем, доказан, что мы все-таки на верном пути. И то, что мы делаем, приведет нас к хорошему спортивному результату. Что ж, верим в Александра Хорошилова. И надеемся, что все ошибки нашего горнолыжника уже стали бесценным опытом. Который и позволит россиянину стабильно попадать в десятку сильнейших. А там может получиться и нечто большее. Неплохо было бы начать уже с этапа в Леве. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова